Я категорически вас приветствую, уважаемые танкисты, у микрофона Сноуфликс, и сегодня мы с вами разберем такой аппарат, как Объект 777. Данный танк сейчас можно приобрести на СНГ сервере только за реальные деньги, и то в контейнерах с шансом выпадения, за фулл прайс, так сказать. На евро сервере вроде можно купить 5 контейнеров за голду, остальное тоже за деньги, поэтому, ребят, тут уже смотрите сами, испытывать удачу или нет, моя задача разобрать сегодня эту машину и продемонстрировать вам все ее плюсы и минусы. Значит, ребят, я отыграл на этом танке всего лишь 3 боя на пресс-аккаунте, но я был поражен, насколько это офигенная машина, потому что я обожаю такого рода геймплей, это довольно быстрый танк с броней, с отличными бортами, можно подставлять под определенным углом борта, и они не будут пробиваться, я просто обожаю такой геймплей. Знаете, этот танк чем-то мне напомнил ВЗ-113, даже в комментариях от ребят частенько слышал то, что машина реально похожа на ВАЗОНА. Здесь есть ДПМ, здесь есть скорость, но также есть какие-то черты от 50ТП прототип, кто играл на 50ТП прототип, ребят, я думаю, вам определенно эта машина понравится. Да и те, кто на ВАЗике играли, я тоже думаю, что вам этот танк зайдет. В общем, схема бронирования вот такая, ребят, то есть машина забронирована, безусловно, но не без слабых зон, то есть слабые зоны присутствуют, сами видите, лючки на башне шьются с голды, с ВАЗика-113, да, с ПТ-шек туда вообще можно будет с ББ-шек кидать, да и, наверное, даже с каких-то пробивных тяжей. Вот, борта, как видите, ну вот здесь сейчас, по-моему, пробьется, да, здесь все-таки угол такой довольно-таки уже был маленький, но вот под таким углом борта не шьются, и это кайфово, реально, можно танковать, закрывая НЛД-шку, катки здесь тоже не пробиваются. Ну давайте перейдем к оборудованию, амуниции и снаряжению, и также к характеристикам танка, погнали. Ну что, танкисты, давайте рассматривать характеристики машины, посмотрим, да, вот, кстати, я сыграл 3 боя, сделал на нем 4 500, ну не знаю, бои получились мега крутые, постараюсь продемонстрировать сегодня плюс-минус такие же 2 боя, но обещать не могу, конечно, ребят, на записи это одно, а когда без записи, это совершенно другое. Вот, значит, погнали смотреть характеристики машины. Смотрите, на бумаге, лоб башни забронирован 260, борта башни 120, корма 60, якобы на бумаге все шикарно, да, да и сами видели то, что в прицеле с ББшки ВЗ-121 машина, в принципе-то, и не шилась, но как только заряжаешь голду, там, условно, 250-260+, то появляются уже слабые зоны в виде лючков на башне, поэтому, ребят, по броне, по крайней мере, в башне, башня реально хорошо забронирована, но есть уязвимости, то есть пробивается прям, ну, спокойно уже с пробой, вот, 260+, прям, ну, есть зоны, есть зоны, да, корпус 240, ВЛД-шка там танкует, но НЛД-дарявый вы сами видели, поэтому, ребята, корпус нужно все-таки мансовать, как-то подставлять, как-то подставлять каточки, да, вот, чтобы снарядики отбивались, борта 115, как я и говорил, то есть борта у танка хорошо забронированы, под углом получается неплохая приведенка, и можно танковать, ну, вы сами видели, все прекрасно в тренировочной комнате, короче, нужно на этом танке уметь танковать, просто так выехать и не получить люлей не получится, да, вот, касаемо огневой мощи, ДПМ-3127, это очень хорошее ДПМ, это ощущается в бою, потому что у вас альфа идет 430, это выше, чем у ИСА-4, и при этом перезарядка меньше, чем у ИСА-4, и составляет она 8,3 секунды, ну, 8,22, да, 8,25, среднее бронепробитие 250, пробой хороший, основной снаряд, по-моему, ББшки тут, да, кумулятивный 340, это, ну, просто шикарное пробитие, вам будет его хватать на башню, ну, Е100, это самое главное, то есть, с соткой можете спокойно перестреливаться, да, то есть, 340 пробой кумулей, это прям, ну, шикарные показатели, вот, как я и говорил, альфа 430 на голде 370 получается, осколочный фугасный 530, смотрите, время сведения 3-2 секунды, это хороший показатель, безусловно, это, это неплохо, это неплохо, да, 0.34 разброс, это не очень хороший показатель, то есть, это неплохой, но это и не лучший, то есть, такой средний показатель, но я как-то не ощутил, что это слишком косо какой-то танк, да, то есть, здесь, в целом, точности тоже достаточно, если вы, допустим, в оборудке потом посмотрим, можете пожертвовать тем же временем сведения и добавить, допустим, к точности, если так вам более уверенно будет играться, да, увы, на минус 6, это, конечно, печально, да, то есть, типично, если на совках играли, на ИС-7, на ИС-4, на том же вазике, то вам не привыкать, вот, по маневренности, по, в принципе, ходовым характеристикам здесь все неплохо, очень даже, да, 45 км в час танчик гонит, но в целом, в среднем, вы будете где-то 39-40 ехать, прям набирать это вы будете быстро, но 45, честно, особо не получается на этом танке набрать, разве что, может, с горочки какой-то, да, вот, значит, ребят, касаемо других характеристик, тут, в принципе, рассматривать больше нечего, основные мы уже посмотрели, то есть, какой небольшой такой вердикт, это быстрая машина с броней, с неплохим орудием, да, то есть, орудие здесь реально очень крутое, ну, мы сейчас в бою это разберем, в целом, если, как я и говорил раньше, вы играли на ВЗ-113, 50ТП прототип, даже на каком-нибудь ИС-7, то вам геймплей будет плюс-минус очень знаком, и вам, я думаю, зайдет, значит, давайте перейдем уже, ребят, к снаряжению амуниции, боекомплекту и оборудованию, по снаряге ставите адреналин, две ремки, ну, как бы здесь вариантов других нет, да, по амуниции ставите два пайка и, соответственно, улучшенное топливо, по боекомплекту примерно вот в таком отношении рядите, то есть, ББшки 20, там где-нибудь 16-15 голды, и осколочных фугасных где-нибудь 6-7 снарядов, да, по оборудованию, значит, что я советую ставить, у вас шикарный ДПМ, поэтому я советую здесь поставить орудийный досылатель, чтобы ваш ДПМ еще больше забустить, то есть, с орудийным досылателем у вас получается перезарядка в районе 8-25 секунд, да, ставлю я все на сведение, здесь можете потестировать на самом деле, потому что можете, допустим, убрать стабилизатор вертикальной наводки и поставить на точность, тогда у вас будет более точный танк, но чуть дольше сводится, точность получится 0.31, и это очень круто, тут посмотрите сами, ребят, ну, я больше привык на сведение, мне больше нравятся танки, которые быстрее сводятся, вот, защитный комплекс, здесь тоже потестите, если, ну, не доверяете моей, моей сборке, да, оборудование, можете поставить, допустим, потестить усиленную броню, я, конечно, сомневаюсь, что она вам сильно поможет, но я привык, опять же, играть с прочностью, даже на тяжах, я привык на большинстве тяжах играть на прочности, поэтому, ребят, тут смотрите сами на выбор, можете поставить как усиленную броню, так и на прочность, тут уже все зависит от вас. Ящик с инструментами, соответственно, улучшенная оптика, подкрученные обороты двигателя и системы подачи снаряжения. Вот такие вот, ребят, снаряжения, амуниции, боекомплекта оборудования, давайте не будем затягивать, погнали, сыграем два боя и попробуем вам что-нибудь интересное продемонстрировать. Надеюсь, что нас сейчас быстро кинет и мы не будем долго сидеть и обсуждать этот танчик в ангаре. Погнали уже. Погнали. Не хочет нас пускать, ребят, как обычно. Запись подрубаю, пускать не хочет. Все, попали мы на карту Малендейк. Попали мы практически в топ списка, в топ списка. Сейчас что-то мы долго грузимся, ребят. Мой Пентиум 4 не вывозит уже, к сожалению. Вот. Погнали, погнали. Посмотрим сейчас, куда поедут наши тяжи. Если они поедут в город, то поддержим их. Если они поедут направо, то поедем направо. Ну, я так понимаю, у нас все тяжи поехали в город, значит, давайте поддержим их. Ребят, у нас, в принципе, такой сетапчик получается довольно-таки тяжелый. Да. Кстати, да, камуфляж у этого танка называется Шмых. Вот так вот он выглядит. Камуфляжек, я хоть и не люблю такие футуристичные камуфляжи, но мне что-то он понравился, честно. Ну, выглядит бодренько. Жмышенко Валерий Альбертович на объекте 777, ребят. Кто понял, тот понял. Шмых. Так. Ну шо? Сейчас я попробую как-нибудь, ребят, так отыграть, чтобы вам... Понял. Понял, понял, понял. Значит, назад откатываем. Я не понимаю, почему... А, у нас сагрились тяжики. Скорость, кстати, заднего хода у танка не очень хорошая. Я забыл вот этот вот момент упомянуть. Так, даем по семерке. У нас тяжики сагрились на один танк, единственный, который сзади. Я не знаю, почему они так решили сделать. Типа, ну, они бросили ТТ направление абсолютно. И мы тут сейчас стоим, воюем 3 в 3, условно. Хотя могли бы здесь уже продавить. Сорян, тайпс, сорян. Ну вот зачем ты назад сдаешь? Ну, я же пытаюсь тебе помочь. Так, не пробили мы в щеку. И он нас не пробил, кстати. Вот, смотрите, ухожу на адреналин, и я перезаряжусь раньше него. Я не знаю, с ББшки получится его пробить. Нет. Блин, у меня семерка в перекрёсте. Надо вот так вот, на самом деле, выкатывать, ребят. Я бы вазоны этого разобрал, вообще без проблем, но у меня семерка контрит. Вот чё беда. Семерка так, отлично. Сейчас ещё раз попробуем. Не пробили каким-то образом, не понимаю. Сейчас попробую танкануть. Да, друзья, ну это, ну это жесть. Это просто жесть. Вы посмотрите на команду. Вот честно, хочется вам продемонстрировать какую-то адекватную игру, но с такими союзниками это сделать очень проблематично, учитывая тот факт, что Тайп просто развернулся, бросил направление, бросил вообще абсолютно всё и поехал непонятно чем заниматься. А я тут остаюсь один. Вот такой вот у нас, ребят, первый бой. Молодец, Тайпик. Молодец. Поздравим наших союзников вообще по барабану абсолютно на всё, на то, что там закатка фуловых танков в городе идёт. Ладно, не будем негативить, ребят. Сейчас поедем во второй бой. Я, в принципе, так и предполагал, что этот бой этим закончится, потому что в целом тяжи поехали изначально толпой в город, а по итогу, по итогу один танк развернул всех тяжей на себя, наши тяжики забили на город и тут получился слив. Ладно, давайте не будем долго затягивать. Перемотаем и сразу же во второй бой, ребят. Да, подгорел у меня знатность того боя, потому что хочется вам показать реально потенциал этой машины, ребят. А получается, что показываю потенциал своих союзников. Ладно, ладно. Опять мы попали, кстати, в топ списка. Попали на карту New Bay. Надеюсь, что здесь у нас уже получится какие-то внятные цифры вам продемонстрировать, потому что, ну, танк явно играется не на полторы, не на две тысячи. На этом танке нужно держать средуху в районе трёх с половиной, ребят, потому что если вы скилловый боец, то три с половиной на этой машине выдавать у вас проблем особых не будет, да. Я не хочу на мост ехать, честно, потому что на мосту там опять борьба с УВНами будет. Я хочу поехать в город, посмотрим, как это будет играться, потому что сетап, опять же, я смотрю по сетапу, он довольно тяжёлый. Надеюсь, что здесь будет мясо. Конечно, здесь надо будет сейчас как-нибудь стараться отыгрывать, особо не подставляя корпуса. Пока никого не видно. Торт. А, нет, не торт. Это Яхтигр у нас. Яхтигр! Наткнулся на жмха. Что у них тут? Не пробитый. Интересно. Куда я ему попал, что я его не пробил? Так. Ну что у них как-то пока непонятно. Отыгровка идёт. Так, ставим на каток Хорика. Харчка. Ставим на каток, ребят. Пробуем сейчас чуть-чуть. Ну, он, кстати, он меня может пробить прям в башню смело. В каток ему попал без урона. А, я с голды стрелял. Вот чё. С голды стрелял, ребят. Ну, вот так вот. Броня не пробил. Вот, светился в момент, когда я по сотке кидал. Ладно, ладно. Мясо тут есть. Мясо тут есть. Можем накидать. Можем тут накидать смело. Найс. Голда, видите, какая? То есть прям Ягу в рубку шьёт. Вообще шикарная голда. Так, в аналдэ мы попадём. О, попадаем в аналдэ. Под каким углом? Видели, под каким углом сотка пробилась? В аналдэ. С голды. Чтоб вы понимали. Ещё раз. Ну, вот, ребят, вот вам элементарный плюс этой машины, который я вам демонстрирую. То есть шикарное пробитие на голде. Реально шикарно. С чем они там занимаются? Я не понимаю, почему они там встали. Что они там делают? Что у них там за групповушкой? Хотела кинуть в рту, но не получилось. Так, можем тайпа сейчас убивать. ДПМ позволяет нам сейчас ещё кинуть по тайпу. Если бы мы его ещё видели, конечно. Найс. Даём тыку. Отлично, просто. Сейчас по тайпу ещё дадим урон. Под адреналином. Блин, ну просто, ну просто. Вы видите, какой настрел идёт? Настрел изичный. Я вам так скажу. Изичный настрел. Можно здесь более агрессивно играть уже. Прям по сотке. Да, у них команда, ребят, это... Это команда моя из прошлого боя, получается. Так, смотрите, вот. Видите? Сотка прям спокойно шьётся даже на голде. Вообще просто на изи. Ну, с соткой там явно что-то какие-то проблемы, походу. Что-то вообще не втупляет сейчас. Нет, не танканул. Он не попал по нам. Хотел танкануть. Показать вам, как эта машина танкует. Но пока что особо не получается показать, как она танкует, ребят. Так, найс. Оп. Ребят, мы уже почти накидали 6к, чтобы вы понимали. Это реабилитация за прошлый бой. Реабилитация чисто за прошлый бой. Ну, тут какие-то прям боты откровенно попались, честно. Я что-то не понимаю. Они вообще не кидают. Они вообще не играют. Да, стоит отметить, что башня всё-таки у этого танка долго очень поворачивается, ребят. Также скорость заднего хода. Я упоминал это в прошлом бою. Мы заметили, да, то, что задний ход у этого танка не самый лучший. Вот. Поэтому... Ну, то есть мы реабилитировались полностью за прошлый бой. Где мы ничего не накидали. В этом бою мы накидали уже 6к. И посмотрим, сколько этот танчик форманёт. С учётом того, что я стрелял с голды, ребят. Так, 6к тысяч есть, да. Чё у нас тут? Чё у нас тут? Мастера нам не дают. Только вторую степень. Хотя вчера брал за 5000 урона мастера, ребят. Ну, видно, повыпадало. Танк... Вот, смотрите. Стрелял с голды. Без бустеров. 78 тысяч форманули. То есть прям, ну, вообще, я считаю, неплохо. Да? Короче, ребятки. Мой вердикт по танку. Реально. Это очень крутая машина. Серьёзно. Но не без минусов, конечно. То есть минусы здесь это всё-таки вот эти вот зоны, которые пробиваются спокойно. Как я уже говорил, слабый поворот башни довольно-таки. И слабый ход назад. То есть там сколько ход... Задний ход получается, давайте посмотрим. Там, наверное, минус 10, либо минус 12 он едет. Да, минус 12 назад получается. Вот. Но, в целом, танк очень крутой. Я считаю, что он получился даже посильнее, чем прокачиваемый WZ-55 со своей, там, боевой стабилизацией, да. Потому что, не знаю, мне как-то приятнее на этом танке играть. Хотя ВАЗик тоже прикольный. В общем, друзья. Я категорически рекомендую этот танк к покупке, когда он появится за золото. Но это будет ох, как не скоро. И выбивать, конечно, за такие сейчас конские деньги я его не рекомендую. Потому что всё-таки... Нет. Хотите выбивать, если есть лишние средства. Но вы можете остаться с рублём в кармане условно. Вот. В общем, танк крутой. От себя я рекомендую. А уж как способ его получения, ребят, тут уже смотрите сами. В общем, друзья. Если вам понравился данный обзор. Если понравился данный видеоролик. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Поставьте колокольчик. И не забывайте, что у нас есть собственный телеграм-канал. По которому вы можете перейти по ссылке в описании. Обязательно залетайте, друзья. Ну, а сегодня мы, кстати, будем стримить эту машину в 17 часов по МСК. Всё, друзья. Не прощаюсь. Говорю, до скорых встреч. Удачных вам боёв. Пока-пока, танкисты.